Добрый день! С вами Лаврентиева Анастасия, и мы снова поговорим об астрологии, и не только. В ноябре 2021 года Организация Объединенных Наций возле штаб-квартиры в Нью-Йорке открыла весьма, скажем так, деликатно причудливую статую с радужной расцветкой, явно ЛГБТ. И вот эта статуя как-то напоминает зверя апокалипсиса. Это лев с такой вот оскаленной пастью, с орлиными крыльями. Он назван охранителем, стражем международного мира и безопасности. Бесспорно, что скульптура, конечно, похожа на зверя из седьмой главы книги пророка Даниила. Там, где он говорит, начав речь, Даниил сказал, видел я в ночном видении моём, и вот четыре ветра небесные боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый, как лев, но у него крылья орлины. Также он напоминает, конечно, зверя из 13 главы книги Откровения апостола Иоанна Богослова. «Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, пасть у него, как у льва, и дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть, и этому зверю. Все должны были поклоняться, и все должны были нанести на правую руку и чело его начертания». Кроме того, вот это словосочетание «мир и безопасность», которое использовано в названии вот этой скульптуры, оно, конечно, напоминает и слова из первого послания фессалоникийцам. «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господен так придет, как тать ночью, ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве и не избегнут». Разбирая каждый год обложки журнала «The Economist», мы с вами для чего это делаем? Мы выясняем, что враг уже не прячется, то есть они дословно, буквально показывают нам свои планы, то есть делают это вполне откровенно, и ни о какой конспирологии речи здесь быть не может. И точно так же вот и в этом звере мы должны что-то увидеть конкретное и как бы предохраниться, сказав вовремя «нет». Как выглядит астрологически, какие небесные энергии проявили нам вот это чудовище? Посмотрите в карте Луна с Плутоном в последних градусах Козерога и Сатурн. Вот эти три планеты, одна из которых светила Луна, активизировали знак высшего зодиака Сфинкс. Это тот самый Сфинкс, который загадывает нам загадки и может растерзать за неправильный ответ, то есть за непрохождение определенного испытания. То есть здесь уже речь идет о том, что карта не читается дословно. Здесь о том, что вот как бы здесь проводник, понимаете, проводник определенных высших смыслов. Образ Сфинкса, напомню, он объединяет четырех животных, бык, орел, лев и человек, задние ноги у Сфинкса бычьи, передние львиные, голова человека, крылья орла. То есть это как бы четыре стихии, четыре знака неподвижного креста, телец, лев, скорпион и водолей. И по всей видимости, зверь ООН также претендует над господством, над четырьмя стихиями. Кстати, про стихии в карте открытия вот этой скульптуры огонь отсутствует, то есть божественного огня нету. Много земли, много воды, то есть это женское начало, кибелла и титаны, пожирающие огонь Диониса, то есть разрывающие, божественное. Скорпион в карте выражен и Козерог. Скорпион в карте – это о трансформациях и жертвоприношениях, о магических всяких этих ритуалах, о манипуляциях, об использовании. Козерог – о сковывании, регламентировании, подавлении, властвовании. Плутон, посмотрите, похищает Прозерпину, то есть вот нашу Луну с её плодородием, материнством, в холодный Тартер, в ад. Венера в карте – это богема, это элиты, жаждут власти, то есть желания, связанные со статусом Козерог, желания, связанные с управлением, регламентированием. Это сковывающее, давлеющее, властное, удерживающее, земное, материальное начало. Сатурн в Идалей – вот это та самая новая нормальность, жёсткая организация социальных, общественных устоев жизни. Сатурн в карте, обратите внимание, в Тау-квадрате к Марсу с Меркурием в Скорпионе, вот этому жгущему ядом, безжалостно отряжающему, так сказать, ненужное, и Урану в Тельце. Вот эта оппозиция Марса с Меркурием к Урану, она говорит нам о продавливании, и Тау-квадрат, соответственно, к Сатурну, о продавливании новых законов. Это и про освобождение от собственности, это и про введение новых правил в темы любви, то есть Уран, это же как бы условно и виртуальное в том числе, то есть это виртуальные контакты, алгоритмизация, цифровизация, строгий учёт, в общем, виртуализация. И, понимаете, здесь получается как бы вот эти даже гендерные какие-то моменты, они вырезаются. Лилит в Близнецах — это тоже про гендерные моменты, также она искажает контакты, попирает законы, ну это про фейки, про гибридные войны, это понятно, это мы много раз проговаривали. И обособленный в цепочке управления Нептун наш знаменитый о театрально разыгрываемом представлении перед нами. Это и о фармацевтических аферах, и о нефти, также разыгрываемых этих спектаклях, о развенчании, ну, правильнее сказать, попрании религиозных божественных моментов. описанное он буквально материализовало перед нами, то есть закрепило, заземлило в виде вот этого зверя, чтобы он получил, так сказать, вот эту узаконенную форму возничий Венера. То есть, понимаете, они как бы вот эту куклу Вуду, если хотите, вот перед нами на всеобщее обозрение, чтобы мы ее приняли и смирились с ней. Юпитер в Водолее всё-таки нам описывается лишь одна из возможных реальностей, поэтому наша задача отказаться вовремя и представить свою модель. Но для этого нужно осознанно сформулировать, куда и какую небесную энергию мы направим. Собственно говоря, для этого мы проговариваем, заговариваем вот это всё, все их варианты, и озвучиваем свои благостные. Всё дело в том, что в той же 13 главе сказано про число зверя, что это число имени его. И в конце там говорится, здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочтёт число зверя, ибо это число человеческое, 666. То есть нам нужно укоротить вот этого зверя. Про парадигму Кузанского, когда мы говорили, мы должны познать это в себе, то есть осознание этого в себе, приручение, освоение, перевоспитание, перенаправление во благо. Это всё наша какая-то тоже часть. Главное не заиграться с этой материей. Смотрите, Друдж в Тельце. Это говорит о сокрытых истоках проявления вот этого тёмного начала, которое будет потом Лилит в Близнецах. То есть материя изначально поглощает вот эту жадность. Старуха у разбитого корыта, которая... Да и в карте Венера можно её сравнить с Пистис Софией, которая далеко убежала от Солнца в Элангацию и совершенно заблудилась. То есть вот эти хотелки мы становимся... Венера в Козероге становимся рабами своих желаний. И в итоге душу, луну захватывает владыка мрака и преисподний Плутон. То есть вот такая мистерия перед нами проявляется. Но это то, что происходит у нас внутри. Что у нас внутри, то проявляется и снаружи. И, кстати, тогда уже можно сказать, что этот зверь напоминает нам и Цербера. То есть это для чего? Для того, чтобы мы встрепенулись, наверное, и сказали «стоп, что-то пошло не так, давайте будем исправлять». Кстати, интересный момент. Если построить карту ООН, вот мы сверху её построили и наложили сверху транзит открытия скульптуры вот этого зверя. И вот если вот так вот построить, то окажется, что Марс с Меркурием, нашего этого зверя, их этого зверя, находится прямо на Лилит ООН. Это о необходимости проработки вот этого Кащея. Лилит в Скорпионе ООН только выглядит толерантно, значит, это ООН, как бы терпимо демократично. На самом деле это тот ещё зверь, скрывающий свой гнев, колокочущие эмоции и как бы подло по Скорпиону из-за угла поступающий. Лилит в Скорпионе требует жертв, чужих причём жертв, восьмой дом, чужих денег, чужих дефолтов, то есть чужими руками она воюет. Лилит в Скорпионе – это всё те магические ритуалы с выкачкой Гаваха. Кстати, Луна с Плутоном вот этого зверя в оппозиции к Марсу с Сатурном в Раке ООН, то есть нам звёзды чётко высвечивают, что самые непроработанные, исковерканные темы для проработки для ООН – это народ, забота о детях, питании, безопасности, государственном становлении, традициях. Их Марс бьёт семейные традиции, понимаете? А Сатурн указывает на то, что самое-самое такое непроработанное. Поэтому и зверь у них в цветах, собственно говоря, ЛГБТ. Солнце ООН, кстати, обратите внимание на их карту-то ведь с Лилит, а правильнее даже сказать не просто с Лилит, с допустимым Орбисом. Нет, тут надо правильнее сказать, что в Мидпоинте их Солнце между Друдж и Лилит. Друдж в весах, то есть о партнёрстве, о соблюдении договорённостей и так далее. Тут речи быть не может. И Лилит вот этой вскорпенью. Плутон у них во льве, то есть царь с ядерной кнопкой. Да, это адский гороскоп, на самом-то деле, для такой вот организации. Хотя, опять же, пути Господни неисповедимы. Возможно, благодаря ООН мы вспоминаем о всех тех ценностях, утраченных в быту, в беге вот этом вот ежедневном. Может быть, благодаря, может быть, вопреки. Неважно, сам факт, что мы благодаря всё-таки пробуждаемся периодически. Как мы когда-то с вами смотрели гороскоп ТикТока, Собчак, нам нужно будет с вами вот на каникулах посмотреть как-нибудь карты Дании Милохина, Моргенштерна. Будет очень забавно посмотреть, с какой целью нам проявляется такой вот сюжет интересный. Он сейчас проживает тяжёлые времена, и ни о каком братстве народов там сейчас речи даже близко речь не будет идти. Поэтому, как я люблю говорить, не впечатляемся. Вот такой небольшой разбор хотели мы для вас сделать. Такую пищу для размышлений дать. Когда вы смотрите свои сюжеты текущие, накладывайте их на натальную карту и анализируйте, где что нужно проработать, какая мистерия вот так вот включается. мы специально вас вдохновляем на образные мышления. Хорошо. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь этим роликом, чтобы нас осознанных становилось больше, чтобы света становилось больше. Смотрите и другие наши аналитические разборы, прогнозы, лекции. Пишите мне в Facebook в личку. Будем разбирать ваши натальные карты, вместе искать таланты, искать предназначения, исследовать кармические долги. Почитать наши разборы можно и в Telegram, и в Instagram. Очень рекомендую иметь дополнительный канал для наших с вами лекций. Скачивайте, конечно, и наш астрологический календарь на 2022 год и будьте синхронны к божественному плану. Будьте умничками и сознательными. С любовью, Ваша Настя. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok